Я думаю, поляков, литовцев, латышей, эстонцев, потому что сегодня то, что происходит в Украине, это так или иначе уже завязывает всех остальных. Зеленский и Таласократы, которые им его курируют, они, ну, Зеленский и Ермак, то есть вот эта связка, конечно, они соединены, уже это понятно, а по сути они завязывают везде своими действиями, поднятием ставок этих, вот появилась информация, что оказывается один из тайных пунктов Зеленского в этом плане до перемоги, это чтобы американцы дали тамагавки, которые бьют на 2400 километров или сколько, ну, то есть, говорит, как помните, кавказская пленница, старшее поколение, которое меня смотрит, помните, да, говорит, маленькая птичка полетела к солнцу, да, когда принесла, говорит, надо выпить, вот, так, говорит, и полетела, и в лучах солнца она сгорела и упала камнем на грунт. Говорит, так, выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями, вот, птичка Зеленский, очень с Ермаком две птички так далеко полетели и высоко, что им надо для полного счастья еще американские тамагавки, так Нью-Йорк Танц пишет, ну, узнаем, так ли, не так ли оно, что скрыть же ничего нельзя, шилось в мешке в любом, даже в зеленого цвета современного, утаить нельзя, все равно оно вылезет где-то. И вот давайте вот о чем поговорим сейчас, помыслим, помиркуемо украинскую мову, такая добра категорія, вона якраз така мовою украинскую добре звучит. Помиркуемо, давайте помиркуемо з приводу такого сценарію, який наближається, причому на такому швидкісному якомусь потязі, чи автомобілі, да, чи ще якимось чинам, чи ракета літить тамагав, ось дивіться, следуючая ситуація. Итак, уже понятно, что для того, чтобы вести дальше вот эту, продолжать мясорубку с украинской стороны, нужны деньги, немалые деньги. То есть в месяц надо, поскольку московиты все время повышают расходы в месяц на бойню, то где-то так, чтобы с ними более-менее быть в адеквате, в соответствии, надо Украине сегодня где-то уже 6 млрд евро в месяц. Этих денег, конечно, нет. Абсолютно нет. Можно недофинансироваться какой-то период. В принципе, сейчас так и происходит. Но это можно, ну, еще в октябре дожили, ну, еще в ноябре. Даже на декабре то уже денег нет, чтобы воевать. Ни на зарплаты, ни на выплату воинам, ни на, ну, в общем, по всем-по всем показателям. Да, можно не выплачивать деньги учителям, можно полностью выбросить сферу образования, как таковую, освитнюю сферу. Вот, там, собственно, как бы министр не возражает против этого. Там другие сферы можно выбросить, но все равно. Ну, как-то ноябрь еще можно закрыть, но на декабрь денег нет. Чтобы их получить, необходимо, чтобы они пришли через вот эту систему ограбления Путина Российской Федерации. Когда вот эти G7 сказали, кто сколько выпустит евро этих своих облигаций, даст кредиты Украине под эти деньги российские, замороженные. Ну, сейчас Япония заявила, что она тоже дает, участвует в этом деле, и Канада, и Британия вроде по 3 миллиарда долларов или евро они дают. Ну, Штаты дают типа 20, Европа 35, Европейский Союз. Ну, много дают. Больше даже. Но, по-любому, нужны гарантии. От Путина пока ничего не было услышано по поводу того, как он расценивает это ограбление, которое будет осуществлено со стороны G7. То есть, кража всех денег, и не просто денег, но и объектов, и всех собственностей, все, что есть у Российской Федерации. Вот сейчас Финляндия там арестовывает их собственность, другие. То есть, это все как бы вгоняется в общую кассу. И оценка происходит, и вот на эту сумму будет выпускаться для Украины кредиты. То есть, все, что есть у России за рубежом, пока в денежном выражении арестовано, заморожено. А следующая фаза, это будут арестовывать уже их активы, чтобы увеличивать сумму, на которую будут даваться кредиты. То есть, то, что я говорил, гениальная схема, это чтобы Российская Федерация за счет своих ресурсов, активов и денег полностью финансировала войну Украины, ну, скажем так, ответное сопротивление Украины и России. Это, конечно, схема просто убийственная. А поскольку у Российской Федерации много чего есть за рубежом, плюс у их людей много есть, плюс у Путина есть, у их там, это ж, огромные объемы. То, конечно, то есть, они будут, типа, как бы такая, где конфискация, где полуконфискация, где заморозка. Но будет создан банк такой активов российских, физических лиц, юридических лиц. Они ж не зря их ставят под этих юрфиз лиц теперь. То есть, будут полностью, в чем мысль главная вообще, задумка, конечно, просто супер. Они таким образом, все говорят, вот Россия отбилась, у нее не произошло падение. Да, но что получается? Что России, чтобы вести боевые действия против Украины и прочее, надо иметь вот эти все активы за рубежом. Вот они, например, сделали вот этот черный танкерный флот. Но, как бы эти танкеры выкуплены через подставные структуры. То есть, сейчас Америка, они это прекрасно умеют делать, да и Британия, и все остальные. Они идут четко кому что принадлежит. То есть, где последний бенефициар сидит. Если только они находят, что это московиты какие-то там, они их конфискуют, их имущество, забирают. Или видят, что, например, у каких-то из россиян очень много имущества, денег, там, активов, предприятий, там, ну, чего угодно. Они раз их делают, на них накладывают какие-то санкции. И принимают решение, что их активы арестованы. И они эти все активы теперь будут сбивать в единые системы. То есть, Европейский Союз на своем пространстве, Соединенные Штаты на своем пространстве, Япония на своем, Канада на своем. Ну, семерка, да, получается. И тогда, как бы все, что Российская Федерация имеет во всем этом мире, оно так или иначе, на уровне физических лиц, государства, юридических лиц, оно так или иначе будет арестовываться. Ну, например, вот они сейчас, эту компанию российские, которые летают, арестуют, да, особенно Газпром, конечно, тут колоссальный, может быть, удар по Газпрому нанесен, по Роснефти. Вот, они возьмут, например, там, вот Индию, там есть огромные заводы Роснефти. Они на этого Сечена и на все эти дела наложат свои санкции. И скажут, окей, мы конфискуем эти заводы у вас в Индии. Вы нарушаете процедуру. Что Индия будет делать? Ну, Китай еще туда-сюда. А Индия что будет делать? Или там в Венгрии такие есть, там, или в Словакии. Ну, лишь бы начать. И тогда, конечно, они могут сбить там вообще триллион евро в этот общак. Всех активов, которые есть у России во внешнем мире, скажем так. Во внешнем мире. Но они с таким же успехом начнут давить и Казахстан. И Азербайджан. И Турцию. Потому что Турция члена-то. То есть Россия не понимает того, что будет дальше делать. Путин, ну, Путин же безграмотный. В политэкономии вообще, как это там, кто там, почтальон Печкин, принес посылку для вашего мальчика. Почему там другие ему не объясняют, там, всякие, как они называются, которые он там, Орешкины там, или еще какие-то. Вот это вопрос. Ну, если у него такой стоит паренек, губернатор в Вологодской области, который со Сталином там руку жмет на картине, то можно представить там у них уровень интеллекта у всех этих товарищей. Поэтому, ну, давайте прямо говорить, в КГБ на этом уровне там вообще никакой... Ну, это были просто собаки, которых Орден Меченосов держал как определенный инструмент. И не более того. И вдруг один из этого, так сказать, саботария стал президентом, блин, 30 лет или сколько там. Один агент валет с двумя справками, 30 лет, сейчас говорит, пока руки носят, еще будут трудиться. А этот уже тоже. Ну, это же недопустимо. Это полное нарушение всех канонов было завершено. Я, конечно, вообще это не понимаю, этого всего, то, что в Москве сделали, это надо быть полными долбодятлами, конечно. Ну, что сделали, то уже сделали, что выросло, то и выросло. Так вот, главная проблема сейчас будет Российской Федерации, Путина, его вот этого всего синдиката. У них огромные объемы собственности находятся во всем мире. И сейчас Запад уже придумал схему, гениальную схему, выпускать денежные, ну, облигации, долговые обязательства под деньги Путина и Российской Федерации, физических, юридических и государствам. И, конечно, против лома нет приема, кроме другого лома. То есть, это то, к чему московиты абсолютно не готовы. Абсолютно, конечно, это просто супер схема. Она, во-первых, это петролемобиль, это вечный двигатель. Потому что, если вы набрали, сделали активы замороженные на 1 триллион долларов, то выпускаете на них долговые обязательства. Потом выпускаете деривативы, которыми вы перекрываете долговые обязательства. Потом другие ценные бумаги выпускаете, которыми вы страхуете эти обязательства. То есть, это просто фантастическая схема, просто фантастическая. И тогда получается следующая ситуация, что семерка, ну Евросоюз, в Евросоюзе там получается, ну получается так, США, Япония, Канада, Британия, ну получается Евросоюз, они возьмут его полностью, потому что там еще Франция, Германия, Италия. Но я думаю, они как-то вот будут по-другому тут действовать, через Евросоюз им выгоднее действовать, потому что они больше могут саккумулировать тогда в этот банк авуаров, конфискованных, замороженных у России. И они тогда, создав вот эту финансовую модель, вот пирамиду, как хотите ее назовите, может даже не пирамида, а такое, как бы резервуар, потому что это не пирамида, это резервуар в принципе. Постоянно будет обновляться там эти деньги, возрастать. Они просто будут финансировать все военные расходы и вообще все расходы Украины через эту модель. То есть, например, в Украине сейчас надо, я вам сказал цифру, где-то 6 миллиардов в месяц евро. Ну вот они и будут их финансировать, они могут и повышать там потом 7 миллиардов, 8 миллиардов в месяц. Ну и тогда Путин ничего не сможет сделать, потому что пути на активы будут все время обрезаться. И появляется колоссальная мотивация, почему это можно делать. Это очень выгодно. Более того, любая из стран может то же самое сделать, то, что сделала G7. Это может сделать, ну например, кто? Ну Индия может это сделать на раз, это класс. Индия, например, завораживает все авуары России, которые у нее есть на территории. Представляете, там заводы, пароходы, ну много, много чего есть. И начинает, говорит, ну мы не будем типа Украине все давать, но мы там типа будем чуть-чуть участвовать по гуманитарной линии. По экономике, там по восстановлению, по разминированию и так далее. Вот. И тогда все, что тяжелым трудом Сечин там заработал, все эти сделал свечные заводики, это все будет типа заморожено и конфисковано. Как вам такая схема? Ну и тогда, конечно, мне интересно посмотреть на этих кремлевских, так сказать, это, как их называть, представителей этого всего кагибистского засловия чекистов. Вот я вам такой материал сделал. Как вам это все? Это пока только начало, но это, конечно, ну тогда это делает бойню практически, она будет носить перманентный характер. Потому что, ну как бы вот то, что сказал этот Литвиненко сегодня, что где-то уже больше сколько там, 1 миллион 150 тысяч набрали, еще 160, ну то есть где-то 1,3 десятых, ну еще будут набирать, то есть еще же есть мужчины в Украине. А потом, поскольку есть деньги, значит, всегда будут находиться те, которые будут так или иначе мобилизованы. А потом, когда их не будут, тогда будут готовить, брать с Карибского бассейна, там навалом желающих будет. Ну то есть это война будет, блин, ну не война, а бойня будет, это может даже и больше, чем 10 лет. Вот, но она распространится дальше, она обязательно должна перекинуться будет на эти Балтийские страны, на Польшу, это обязательно, на север там этих Таласократов. Вот, и тогда надо подумать, а что же будет делать товарищ Путин в такой ситуации? Тем более, ну годы ж идут у него, он же не молодеет, он стареет, тряхлеет по-любому, тут же ничего не сделаешь. Ему надо смотреть на Байдена и понимать, что его ждет. Потому что Трамп тоже ж не может так долго быть, он тоже будет, все равно он идет, все идут дорогой Байдена и так далее, это реальность, от нее ж никуда не уйдешь. И этот самый Лукашенко туда пойдет, идет этой дорогой, и Путин, и Эрдоган, все идут, и Алиев, это ж как бы неминуемая дорога. Поэтому вот я бы такое вам бы сделал. Ну и теперь будет ход за Путиным, поскольку эти ребята уже все договорились, они уже, так сказать, создали этот общий кошелек, выработали, кто какую сумму дает Украине, а если они ее не дадут до конца года, то Зеленскому фактически надо сушить лапти вместе с Ермаком, поэтому они обязаны дать, то есть, ну, надо, чтобы хотя бы Британия и Канада дали по 3 миллиарда. То есть, надо 6 миллиардов по-любому, еще Япония должна дать. Потому что до конца года надо хотя бы 9 миллиардов, хотя бы, надо, чтобы ноябрь закрыть и декабрь закрыть. На декабрь 6 миллиардов по-любому надо, и миллиарда 3 ноября закрыть. То есть, им надо 9 миллиардов получить. Ну и вот, как только эти деньги будут даны, вот это уже тогда конкретное приложение, что они просто взяли такое бревно и прямо Путину залепили по черепку. Ну, я думаю, Путин долг уж не останется, это 100%. Ну, и это ему не ракеты дальние, которыми там типа бить в глубину. Это очень, это такое очень тонкое оружие. Очень изощренное оружие. И я не знаю, как будут они отвечать. Тем более, у них такие долбодятлы там сидят, что вы...